МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» коротко о некоторых сегодняшних темах. Трагедия в поселке Искра. Первые комментарии следователя. Эх, амнистия! Кого коснется будущее прощения грехов перед законом? Это он пахнет. Природоохранная прокуратура установила главного виновника неприятных запахов в Дашковой песочне. А теперь обо всем подробнее. Страшное известие пришло из поселка Искра. Вчера вечером здесь, в квартире одного из домов, было обнаружено тело убитой 35-летней женщины и ее дочерей. Одной 12 лет, второй всего годик. Всех беспощадно зарезали. 9 декабря 2013 года в Рязанский международный следственный отдел поступил в 16 часов 10, поступило сообщение, что в поселке Искра обнаружены трупы женщины и двух ее малолетних детей с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. И действительно, этот факт подтвердился. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами АВ, части 2 ст. 105 Волонгутск с Российской Федерации. По имеющим сейчас данным, было установлено, что Скичатова погибшая развелась со своим мужем полтора года назад. Он с ними общался, заподозрев то, что не пришла в школу 12-летняя дочь, стало ей название. В последствии было установлено, что в квартире, где они проживали, горит свет. Это вызвало подозрения у родственников, в том числе, этот бывший муж. И другие родственники начали ломать дверь. Ломав дверь, обнаружили, что там действительно находятся трупы. А сам он задержан? В настоящее время проводятся с ним следственные действия. В настоящее время нет. Негодяях одного или нескольких, несомненно, тыщут. Как правило, такие кровососы кружат где-то рядом с жертвами. Хорошо, что этаких персонажей не коснется амнистия, которое с подачи президента будет обсуждать вскоре Государственная Дума. Проект постановления внесен в парламент в связи с 20-летием Российской Конституции. Знающие люди сообщают, что из мест лишения свободы выйдет около полутора тысяч человек. Освобождаются от наказания, не связанного с лишением свободы, до 17,5 тысяч. Кроме того, могут быть прекращены уголовные дела в отношении почти 6 тысяч человек. Предстоящая амнистия, которую, как никто не сомневается, Дума одобрит, не будет распространяться на лиц, совершивших преступления повышенной общественной опасности. Я уже говорил, не должны попасть люди, которые совершили преступления, связанные с насилием или с применением, или с угрозой применения насилия. Первое. Второе. Конечно, не должны попадать в такие категории, как фальшивом амманетчики, люди, которые обманывали других граждан, квартиры у них отбирали и так далее. То есть реальные мошенники, рейдеры. Как выяснилось, окажутся ближе к воле несовершеннолетние, а также мамы несовершеннолетних детей, женщины, ожидающие ребенка. Воздух свободы ощутят дамы старше 55 и мужчины, чей возраст перевалил за 60. Под амнистию попадут инвалиды 1 и 2 групп, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества. Напомним, последняя амнистия в России была объявлена в 94-м. Тогда под нее попали, в частности, участники августовского путча 91-го года и октябрьских событий 93-го. Всего из мест заключения тогда вышли 23 тысячи человек. 13 тысячам был сокращен срок наказания. Прекращены дела в отношении более 30 тысяч граждан. Продолжаем программу. Как известно, Рязанская природоохранная прокуратура после официальной проверки четко установила главного автора сильной, пардон, техногенной вони в районах Песочни и Турлатова. Это рязанская нефтеперерабатывающая компания. Сегодня репортаж на уже давно не новую, но, к сожалению, всегда актуальную тему. Жители поселка Турлатова и рязанского микрорайона Дашково-Песочни уже много лет мучаются от невыносимого запаха, доносящегося со стороны нефтезавода. Скажите, пожалуйста, вот от нефтезавода запах идет? Иногда бывает. Не надоело вам еще? Да, по утру надоело очень. Спасибо. И все болеем из-за этого. Каждую субботу и воскресенье бывает. Особенно вот там, где четвертый квартал. Ну невозможно дышать, проникает через окна, через балкон. Это что-то невозможно. Надо какие-то меры принимать. Неприятный осадок на шторах. Это все ужасно, семья волнуется. Надо как-то это прекращать. На днях Рязанская природоохранная прокуратура завершила проверку и обобщила результаты мониторинга воздуха. У Министерства природопользования и экологии Рязанской области, у администрации города есть передвижные экологические лаборатории, стационарные посты наблюдения. Так вот, на данных лабораториях фиксировались превышения предельно допустимой концентрации такого загрязняющего вещества, как сероводород. Причем регистрировалось постоянно. В дневные часы, в ночное время, в праздники, в будни. Также поступали, конечно, многочисленные жалобы от населения, преимущественно с поселка Турлатова, именно на неприятный запах. В связи с чем было принято решение провести прокурорскую проверку. Причем ситуация осложнялась тем, что непосредственно на поселок Турлатова, на Дашково, Песочно, частично, на негативные воздействия оказывают сразу несколько предприятий, которые расположены в Южном промузле. Были выявлены нарушения практически у каждого предприятия, которое проверялось. Но, тем не менее, эти нарушения не имели связи с загрязнением атмосферного воздуха, именно сероводородом в поселке Турлатова. В межведомственной комиссии были проверены практически все предприятия Южного промузла на наличие наиболее вредоносных выбросов. Лидером среди загрязнителей является предприятие ЗАО РНПК. Было принято решение, что необходимо проверить именно нефтеперерабатывающий завод. При этом была изучена разрешительная документация предприятий, которые расположены в Южном промузле. Было установлено, что именно даже в норме именно это предприятие вносит наибольший вклад в состояние загрязнения по сероводороду из тех предприятий, которые там расположены. Наибольший вклад вносят источники, которые расположены на очистных сооружениях нефтезавода. Именно наибольший вклад по сероводороду. Было сделано предположение, что на очистных сооружениях есть несанкционированные источники выбросов, на которые отсутствуют разрешительные документы, которые отсутствуют в материалах инвентаризации, то есть их вклад негативный вообще не учтен при выдаче разрешительных документов, при установлении нормы, которую предприятие не может превышать. Это недопустимо, это нарушение. Нарушители должны быть наказаны, а причины и последствия загрязнения устранены, иначе все эти, прямо говоря, затратные действия в виде проверок и анализов так и останутся холостым выстрелом из бумажной пушки, чего никому из нас, простых горожан, совершенно не хотелось бы. Среди официальных мероприятий в Рязани сегодня отмечена встреча на высоком региональном уровне, посвященная 20-летию Конституции и вручение паспортов юным рязанцам в зале торжественных приемов регионального правительства. Обо всем Глеб Галушкин. Так получилось, что 20-летие принятия Конституции Российской Федерации совпал с пятилетием образования отделения Рязанской региональной ассоциации юристов России. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что нынешняя Конституция заложила основы для стабильности и процветания страны. Благодаря новой Конституции удалось создать предпосылки для более активного развития общества в политической, экономической, социальной и культурной сферах, обеспечить условия для самореализации каждому конкретному человеку. Очень важно, чтобы и общество, и каждый гражданин всегда чувствовал, что наша страна основана на стабильных, справедливых, правовых принципах. Во многом это зависит от тех, кто посвятил свою жизнь профессии юриста, кто стоит на страже соблюдения законов, кто защищает основополагающие интересы страны, права и свободы каждого его жителя. На торжественной церемонии, посвященной 20-летию Российской Конституции, наградили ветеранов, проработавших долгое время в судебной системе. По словам председателя Рязанского областного суда Анатолия Музюкина, основным приоритетом должно стать воспитание правового сознания у молодежи. Правовому нигилизму не должно быть места в современной жизни. Об этом заявил Олег Ковалев на встрече с рязанскими школьниками. Сегодня из рук главы региона около сотни ребят получили паспорта. Дорогие ребята, берегите и цените свой паспорт. Относясь с уважением к этому документу, вы тем самым проявляете любовь и уважение к своему отечеству. Гордость за принадлежность к гражданам России. Успехов вам, ярких побед, достижений, здоровья, всего самого-самого доброго. Олег Ковалев пожелал юным рязанцам успешно трудиться на благо Родины и своего региона. На сегодня все. Хорошего всем вечера, доброй погоды, теплых радиаторов в квартирах и не менее теплых семейных отношений. Народ говорит, в дружной семье и в холод тепло. Кто бы спорил. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова